дамы и господа здравствуйте с вами варлок и сегодня мы играем в пеглина но не в обычного пеглина в особо крупных размерах сегодня мы делаем челлендж кое-что необычное мы взяли и дали пеглину тысячу шаров и не буквально и не фигурально а буквально тысячу шаров вот мы создали свой кастомный забег в котором купек мы добавили пеглину больше ста шаров и каждого шара по 10 то есть на самом деле здесь даже не 1000 шаров будет а больше 1000 шаров просто все шары все шары которые есть в игре и квестовые специальные секретные мы всех добавили по 10 штук в сумку вот плюс мы взяли релик реликвию на дополнительный сброс и рюкзак героя но самое интересное реликвия здесь рюкзак героя он добавляет плюс 1 плюс 2 за каждый последующий шар такого же типа идущий подряд ну я не думаю что он будет сильно эффективно работать с 1000 шаров но взяли вот так что это должно быть очень весело и мы попробуем узнать сегодня можно ли пройти пеглина не за как не за кого-то специального поехали поехали в забег я надеюсь игра будет работать не крашница не сломается и может быть мы победим даже оп смотри работает так все на позиции чат так стример сюда чат сюда поехали это будет весело но у нас отличный старт модная бандана на столе появляется дополнительная р к интересно то что у нас абсолютно все шары в игре есть в колоде ну других правил пока что никаких мы не добавляем ну я думаю довольно бесполезно будет шары улучшать и будет довольно бесполезно шары удалять потому что их тысяча релики релики будут тащить в этом забеге нам нужно искать очень сильные релики и вот я думаю может быть перчатки садовника нам и хорошо потому что у нас есть вампирики у нас есть еще другие шары которые само урон наносят может и и стоит перчатки взять да чтобы и чтобы рапира не убила у нас есть рапира которую никогда не беру который наносит огромный самоурон с другой стороны не брать дополнительную эрку это блин звучит глупо эрки тащат эрки выигрывают забеги не знаю вот брать ли мне снижение само урона или не брать наверное лучше все-таки взять эрку она прямо очень помогает давай эрку давай эрку возьмем классика стабильно нормально и проверяем не сломается сейчас ли игра ну скрестим пальцы он жив ура живет такие я попробую открыть инвентарь у хо 3 фпс о мой бог это работает посмотри тысяча шаров вот это да монумячи очень сильные да так ну и что у нас первое сразу у совершар первым шариком хорошо посмотри буквально все шары так нам нужно будет каждый бой смотреть какие шары нам попались и думать как их грамотно использовать вот например я здесь вижу смотри я здесь вижу скриожар и в первом бою мне бы очень хотелось его сыграть эхо шарик на плюс 3 так а почему вы их у шарика один урона есть не знаю а у нас сила а ну потому что я сыграл силу точно так очень хочу золотой шарик сыграть тут по-любому попробовать теперь надо дублировать все шары чтоб у нас было две тысячи шаров до что во всего лошарик он маленький он пришел давай вот этого бросим просто монетку собирать у нас есть рюкзак героя то есть если мы как-то сможем сделать так чтоб у нас 10 шаров подряд попались одинаковые то будет очень сильно но я бы на это сильно не рассчитывал как бы шансы мягко говоря небольшие так обязательно хочу бросить здесь золотой шарик до это который из ивента его обязательно бросаем и да он нам монетки дает хорошо лично денег заработали очень много в первом бою прям нормально 39 ну и смотри а кстати у нас два сброса есть да 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 она у нас два сброса есть смотри улучшает шары ну я думаю довольно бесполезно типа один из тысячи шаров улучшить нам особо никакого усиления не даст я предполагаю что наш самый лучший самая лучшая тактика победа для нас это это магазины элитки ну и все да так поэтому давай подумаем какой путь нам запланировать смотри ну так же самое добавление шаров типа в тысячу добавить еще один ну особо ничего не изменится можно пойти вот сюда два бесплатных релика получить да о смотри мне вот этот путь нравится два бесплатных релика в сундуках а потом здесь элитка магазин перед боссом супер и стоит ли ходить на элиток или стоит пойти сразу в магазин через элитку вопросики бои не нужны хороший вопрос и что нам искать в вопросиках обычно в вопросиках мы ищем удаление но удалять в тысячи шаров бесполезно поэтому вопросики наверное вообще совсем бесполезны для нас вот вообще ничего не делают да ура борас ну ивент на удаление всех шаров мы брать не будем потому что это сломает нам челлендж до его мы просто не будем брать так не имеет смысла тогда дублировать все шары вот это весело да вот это классно слушай ну пошли на элитку по идее мы должны быть относительно сильны но есть шанс что мы элитку прямо разорвем на куски поэтому давай пропускать и наверное мы идем максимально по боям и вопросики действительно не знаю насчет скипать прям ну особо особо смысла нет ой пеглин держись держись бедный пеглин ему плохо а вот наш первый сама урон да так по два сброса давай посмотрим что у нас есть шар голова рез но тут золото он никакого не дает это интересного ничего не вижу просто играем просто играем потому что ничего особо мощного не нашли да вот шанс вытащить 10 одинаковых подряд этаж 3 6 в 10 21 разделить на 10 21 степени то есть почти ноль окей я понял шанса вытащить 10 одинаковых шаров подряд у нас практически нет слушай ну ты знаешь нам и не нужно 10 одинаковых подряд если мы хотя бы 5 подряд вытащим с рюкзаком героя то будет хорошо правда мне кажется что даже шансы вытащить 5 будут практически равняться нулю да я между это 1000 шаров я вот даже сейчас смотрю и что-то у нас беда какая-то так ты нас что 12 ты у нас 25 вот давай лучше тебя бросим хоть какой-то урон будет 25 наверное вот так вот лучше сделать да на следующий ход бросим бомбочку бомбочку вот сюда так что там интересное есть ага есть бальзам мяч для лечилки шарики за роликом абсолютно бесполезные будут у нас ну ладно две бомбочки хорошо и 58 золотом шансы даже 3 вытащить стремятся к нулю ну да так ничего не делаем деньги не тратим все будет про релики в этом забеге у нас наверное уже придется идти на элитку раз мы пошли в эту сторону да релики соли так будут очень важны там есть критичные для нас релики которые усиливают все шары там например нанесение урона таргетовыми шариками вокруг цели пробивание вообще много всего зато у нас нет проблемы 16-го возвышения враги не получают дополнительный ход при перезарядке потому что перезарядки нет перезарядки быть не может так что у нас все хорошо в этом плане так защита на шару плюс 3 урона за каждый бронебублик бесполезно да о слушай вот ты шар убила опять урона давай лети топ не критуй там смотри смотри не критуй осторожно молодец не кританула сыр и колокольчик работать не будут до все релики которые с перезарядки у нас работать не будут контур на сферение 11 о доктор шар а доктор шары не улучшенные так доктор шары надо копить у нас их немного но они удаляются после использования ладно я тут думал такой бомж доктор шары спамить они тут то было нельзя их память их надо оставлять на черный день есть смысл грейдить шарики я не знаю вроде как вроде как есть типа смысл доктора улучшить а с другой стороны а ты его вытащишь потом типа вообще когда-нибудь может быть может быть и нет давай здесь шаранскую оборону бросим если камки шарики на золото впереди вроде ничего нет такого лучше ранская оборона нам три жизни типа экономит хотя нам сейчас надо взрывать у возмещали ущерба смотри 36 она от золота усиливается золото мы типа копим какой душный душный бой нам попался в самом начале прям очень неудачный насторожар следующий использованный шарик атакуют всех врагов и мы сможем россии чар бросить если повезет с критом будет хороший урон мех наделся бомбочку еще выбить до шанс вытащить доктора один к сотке но у нас буквально мост больше ста шаров на самом деле а подожди такой вот ты тоже всех такой то куда же ты вниз полетел ну ёшкина кошка тут я вот сомневаться начинаю насчет элитки прям вообще начинаю сомневаться что мы жизни слили очень много в первом бою как бы этот телендж не был слишком сложный на 93 золото 93 золото а вот и шарапира а но это не так которая это не так которая это которая дает врагам круг лицепса но не та которая руина молния 10 урона ну ладно давай добивать 95 монет и 59 а мы не добили его до много шаров с маленьким уроном у нас я так замечаю много шаров шаров 57 можно было идти через два сундука все таки более безопасным путем на собирайте релики в сундуках потом сюда может надо было может не надо на элитку идти может сюда и сюда и сюда в магазин но с другой стороны тогда блин мы потеряли два релика вот этих бесплатных да неправильно мы пошли чат не надо было на элитку идет идти зачем чем мы зачем нам элитка нам было два бесплатных релика братья в конце уже брать эх хил куда ну хилку тоже жалко тратить ладно давай 70 золота остается на элитке еще что то получим я надеюсь ну ладно идем на элитку погнали ну раз мы сюда уже пришли надо рисковать теперь и цветов может быть будут а может и нет может быть может сейчас игра крашнется в конец а загрузились хорошо шеремень зельями создает мульти шар и покрывает рад случайной слизью он наносит 0 урона а то есть довольно бесполезен для нас магнит бросить магнит вроде неплохой можно давайте переименуем стрим чтобы давай в названии стрима написано что с челлендж 1000 шаров все написал в стриме 1000 шаров теперь будет сразу видно так ну тут либо наверное перемешать бросать может критонет хорошо что там еще хорошего есть у вас сосулька есть бальзамяч шароворос нет тебя мы то есть не бросаем магнит здесь работает или нет если мы его его бы в крит надо и давай давай перемешар есть шанс что перемешар критонет он может критануть не факт что критонет но может если к нему крит подъедет ну не подъехал ну ладно что ж вас бужар пока бесполезен на самом деле вот усугубляющий шар 25 урон быть а в крит как-то не получается что-то ну ладно давай тогда он кувалду кругу валда лети дашь как же так-то не в ту сторону полетела да 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 это плохо совсем сосулька сосулькой тоже надо в крит бросать ну здесь получится их задоджила крит тут я прям прям неудачно играю шароборос четыре самого урона при сбросе ну что ж ты шароборос ёшкины кошки где-то взялся так бальзамяч ну бальзамяч хотя бы лечебную слизь нам даст чуть-чуть полетит немножко шароборос плюс 10 урона 12 но мы вот три рай вот три раза придется играть три раза придется его играть хочу ли его играть три раза тут не особо да ваааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Нам это не подходит Тут 25 всего лишь надо Если по шарик добьет Да, ну давай его Тоже туда, где лечилки Да что ж вы все У меня проваливаетесь по краям О, Жижар мощный Жижар, давай не проваливайся Друг Молодец, Жижар Вот Жижар, красавчик, никогда не подводит Круг призыва Выстреливает одну копию Следующего в колоде шара Получается бесполезен Скопировать кинжар Который нам не нужен Так, колесо эфира Мы в этом бою 10 колес сыграли Бабах, добили Хорошо И остался один цветочек Шар два раза подвержен влиянию кругловкости Ай, мисклик Я случайно его бросил Слушай, вращар как минимум 5 урона наносит А я думаю, критуем И он что-то набьет Какого-то демеджа Прям сильно чувствуется, что урона не хватает Да, мы буквально сейчас добавили тысячу Тысячу шариков в колоду У нас не просто каждого шарика по одному У нас тысяча шаров сейчас в колоде Следующий шар становится прыгучим Слушай, ну я бы предпочел сейчас урона нанести Вот тут критом, чем делать там следующий шар прыгучим Давай вот так вот с критом И ой, как хороша Красавица И так, призрак не нужен Но тут нам тоже ничего так не поможет особо Ладно, давай вот сюда и может полечимся Фух, прошли первую элитку Молодцы У нас есть 100 золота Так, что мы будем делать? Давай проверим инвентарь Ммм Интересно, что в этой колоде можно... Окей Сейчас будет магазин как раз Сейчас вопросик, потом магазин Я думаю, лучше остаться на 40 жизней Чтоб 2 релика купить в магазине Рискованно? Потому что потом мы после магазина чего? Вот так пойдем, наверное, да? Все Улучшать доктора, мне кажется, не надо Окей, что у нас здесь? О, первичная слизь Покрывает каждый 11-й задетый штырь случайной слизью Йоу Это хорошо Это усиление для нас большое Шляпа Шляпа тоже хорошо Шляпа Накладывает при атаке 1 уязвимости к критам На врагов Или 2 уязвимости к критам при крите Прям бесконечный рост урона в процентах Очень сильная вещь И шорт стек Ну, критов у нас пока мало Блин, вот здесь сложный выбор На самом деле между шляпой и слизью Шляпа очень сильна Несмотря на то, что у нас один крит всего Мы криты еще можем набрать И шариков на криты, в принципе, в колоде много Ну, все Которые могут быть Слизь очень сильная Помню, мы с ней играли, она прям мощная была Она и хилки делала, да? Ты, в принципе, домашнюю всякую слизь делает Слизь тоже сильная Очень сложно выбрать Босс олень Окей, мне чат, чат надо подвинуть Свобода, чат, вы свободны Еее, свобода чата Сколько уязвимостей со шляпой висит? Бесконечно Всегда То есть она стакается в теории бесконечно Слизь работает совсем, а криты не всегда Знаешь что, вы правы Слизь работает буквально всегда Кроме некоторых карт Типа слизня И пауков Но, да Криты будут работать не всегда И мы не можем гарантировать Что у нас будут, будет билд на криты Грубо говоря, да? Так что, я думаю, чат, вы абсолютно правы Нужно брать то, что работает при всех условиях Во, это важный момент В нашей колоде на тысячу шаров Нужно максимально Спасибо, вот я Вот, вот, еще два шарика Знаешь, а почему? У нас 1200 шаров там или сколько? Давай еще два добавим Еще и 10 здоровья за это отдадим Вот, классно Хороший вопросик Первый вопросик И сразу джекпот Сорвали Так, ну хоть в магазин попали И давай что-то хорошее Ну Порох Ооо, бомбочки подрывают Четыре рядом при взрыве Классно Классно Ботинок Тоже хорошо Ты знаешь Плюс один крит урона Тоже хорошо Да и навигафляцию Денег принесет Так Ну, удалять шары Бесполезно Я думаю Так же, как и добавлять Нет Удалять мы ничего не будем Ну куда? Куда удалять В колоде В такой огромной Надо реликами усиливать урон с шаров Мы их не улучшаем Да Все верно Вот я и смотрю на когти И думаю Может быть надо брать Может быть надо брать На самом деле Привет лысый Надо добавить в пегли на лысо шарик А у нас в Питере сегодня метель была Всем джинс тоником И добавить пару капель сиропа манга Всех с выходными и праздниками Ваше здоровье Питерский домосед Спасибо большое за донат У нас тоже снег был вчера Спасибо большое за За донат Так, слушайте Ну я думаю Я думаю, что чат абсолютно Дело говорит Что нам нужно улучшать урон шаров Реликами Так что Берем когти Ботинок заманчивый Прям очень заманчивый Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу s Ботинок это Звучит как Отличная Вечеринка Ну порох 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 Тоже Хорошо Блин Как быть Как быть Как быть Порох Это урон? Кстати Да В каком В каком-то смысле Ладно, давай порох Он, наверное, решает, да? Блин, ну это же лечилка Ботинки это лечилка Нет, деньги точно не будем брать Слишком долго Окупаться будет Невыгодно Билд на бомбы и пофиг, какие у тебя шары Это правда Ладно, бомбы, все Может я в другом Питере живу Но метель у нас вчера была Даже несколько штук А так, всем приятного стрима Оп Висим Ненастоящий питерский домосед Спасибо большое за донат Спасибо за 64 с сердечком О, вампирик! Привет, вампирик! Тебя нам и нужно было Так Как бросить вампирик, чтобы здесь полечиться? Вот наш козырь в рукаве У нас 10 вампириков в колонии Теоретически Мы можем сейчас полечиться нормально так Вопрос Как его так бросить, чтобы Чтобы что? Чтобы больше 15 набить Вот там вот крит Если вампирикам в крит попадем То будет просто пушка На самом деле вертикальный бросок здесь И чтобы он бомбочки взобрал Взобрал, взорвал Ей будет просто класс И потому что бомбочки набьют много За счет пороха Давай попробуем вампирик Тут либо пан, либо пропал Куда ж ты поскакал? О, крит! Он за критом пошел! Фулл хилка с вампирика! О, ха-ха-ха-ха! Он так хорош! Он так хорош! О, и у нас есть совмещар Смотри У нас по 10 деталей совмещара каждый Поэтому у нас есть полный собранный совмещар Посмотри на него 6-12 О, улучшает каждый штырь на плюс 2 Покрывает каждый пятый штырь слизью отскока И атакует 10 врагов Вот еще один наш козырь в рукаве Это совмещар Он так хорош! Он будет огромный урон наносить Но единственная проблема его найти Да? Айк! Воу! На поддержку любимого стримлера Варлычек, живи вечно Так точно! Вы что, хотите, чтобы ваш стример Жил вечно? Слово пеглина Спасибо большое за поддержку Спасибо огромное за... За донат За 666 Спасибо огромное Очень приятно Постараюсь Приложу все усилия, чтобы жить вечно Ого! А че мячный покой такой сильный? 6-11 Подожди, а че у него такой большой урон? А, ну потому что он его никуда не бросит Сейчас вспомнил Бесполезная фигня Я его перепутал с другим шариком Думал, что-то хорошее Ой, спасибо огромное за поддержку И за донат Я очень ценю Постараюсь жить вечно Знаешь, что нам нужно в колоду? В смысле, в релике Нам нужно что-то, что превратит Нацеленные ш... Ну, нужен камень Который превращает нацеленные шарики В урон по двум Да Сумка героя ничего не делает Она ни разу не сыграла Окей, шары не улучшаем Не вижу смысла Так, есть ли нам разница здесь, куда идти? Нам лучше пойти здесь налево Потому что слева Будет... Можно попробовать взорвать сундук Да, нележачий камень нужен Камень я не дам Камень, камень должен быть хорош О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Удача при мне Так, выпьем чарку, йогу На скиле Тащит Просто Он так хорош Еще и в сундуке Подкрутка? Я не знаю Ээээ, у нас тут все честно О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Он так хорош сегодня Огромолоток Йоу Хо-хо-хо Окей Вот так есть перебор Или кольцо Колонны внизу наносят урон Я кстати не знаю Может быть кольцо и лучше На самом деле нужен ли нам перебор Я не уверен Перебор далеко уже не так хорош Как был раньше Раньше он был имбой Он сейчас не очень Урон от колонны В некоторых картах прям тащит Молоток перебор не ломает щиты Он плохо против щитов играет Но он хоть как-то играет Массового урона не так много Но мы нашли камень Кольцо стабильно будет работать Окей Я Как нам посчитать Насколько у нас Хорошо будет работать камень Покрутить На самом деле Кстати Шаров которые бьют напрямик Больше чем таргетовых Вот эти вот монумячи У нас будут очень сильные камни И много Кстати может улучшать монумячи И есть смысл У нас же еще 10 валунов Окей Чат правильно говорит Молоток работает на большинство Хорошо Берем тогда молоток И куда нам выгоднее пойти Ну слушай Наверное надо на еще одну элитку идти Да Раз пошла такая пьянка Доставай свой самовар Идем на следующую элитку Если мы Золотой шар Раздолбать статую Получить 12 урона И 32 золота Кстати 32 золота за 12 урона Это вполне неплохо Да Ну улучшать шар Смешно А вот Да Давай 69 золота Найс И Правда здесь Может быть Скипнем элитку Если не повезет Но тут я никак Выбрать направление не могу О Получилось Отлично Это лучше чем бой с пауками? Да Намного лучше Намного лучше чем бой с пауками Варлок Почему ты забросил прохождение Pirates Outlaws Хороший вопрос Это было 4 года назад Я не помню По-моему я прошел там почти все Нет Свертификация Так Давай О Свертификацию поменяли Дает 1 защита За каждый щит На столе После броска Может и не поменяли Вот Смотри Нога Шаровидный сустав Урон 2-4 Должна бить По Ну не по всем Должна бить в радиусе Типа если я вот так ее наведу Она должна минимум Троих ударить Правильно? Бабах Даже четверых О Хорош Нарощар Доктор Так Доктора не тратим Доктора На черный день Оставляем Хотя я сейчас думаю На какой мы черный день Этих докторов Оставляем Перебор сыграл Шарезинка Шарапира Шарапира Теперь массу урон Между прочим Ну давай Шарезинку Ну колода Начинает Что-то Вот как-то Что-то Как-то Где-то Показывать Начинает Да Уже Неплохо Доктора На боссов Ну да Яйца У нас Есть яйца Между прочим А вот яйца Стоит экономить Вот яйца Наверное Не надо Экономить Да Яйцов Плюс 10 Сейчас кинуть Полная Ахилка Будет Да Вот туда Его Потому что Его тяжело Использовать Все равно И может Получиться Что мы с него Вообще Ничего не полечим А здесь Будет 40 Ну такая Ситуация Не часто Будет возникать Но здесь Был идеальный Бросок Ну не знаю Я что-то решил Что Надо его Потратить Вроде Выгодно К тому же Сейчас на элитку Пойдем Да Нормально Нормально Я считаю Так Шары не добавляем Ну вот Что-то Меня тянет Немножко Побуянить И Вот Смотри 21 43 Потому что У нас 10 валунов Там В колоде Лежит Но Он Один Просто Очень Сложно Вот Представить Тысячу Чего-то Да Не Ну типа Можно Представить В пакете Риса Там 10 тысяч Рисинок Да Ну Ты такой Да Да Ну Визуализировать Тысячу Чего-то С чем Ты постоянно Сталкиваешься В маленьких Количествах Тяжело Тяжело Визуализировать Например Тысячу Мониторов Ну вот Ты каждый день Смотришь на Монитор Как Как понять Сколько Тысяча Мониторов Вот Я не могу Это Комната Две Комнаты Три Комнаты Девятиэтажка Мониторов Сложно Сложно Визуализировать Вот Тысяча Это Короче Много Но Насколько Много Вот Мне Мой Нематематический Ум С этим Плохо Работает Вот Поэтому Я Смотрю И улучшение Монумяча Делает его Очень сильным Но я Понимаю Ну я Точнее Я не понимаю Но я Полагаюсь На 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 Мнение Чата Что Мы его Никогда Не найдем За весь Забег Вот Так что Ну ладно Не буду Но Очень Хочется Я к тому Что Очень Хочется Если Хочется То Можно Ну ладно Пошли На Элитку Улучшить И посмотреть В третьем Либо Помеченный Шар Ну может Быть Один Надо Улучшить Да Надо Один Улучшить Чтоб Мне От Сердца Отлегло А потом Он В последнем Бою Когда Останется Один ХП На Последнем Боссе Он придет И выиграет Нам Забег Вот Так И будет Да Все Как Предписано Было В древних Свитках Тот Герой Которого Мы Заслуживаем Что С игрой У нас Тысяча Шаров В сумке Игре Плохо Игра Игра Трещит По швам Так Ну Здесь Что-то Интересное Есть у нас Матрешка Есть До нее Еще Добраться Надо Так Тут РК Шарик Кстати РК Шарик Логичнее Всего Сюда Бросать Жертва Пришарения Шесть Самоурона Но Огромный Урон 5.11 Ты знаешь Наверное Шесть Самоурона Ради 5.11 Броска Даже Стоит Того Если Мы Здесь Крит Вывем Потому Что Мы Снимем Одну Эту Штуковню На Ну Вроде Как Да Должно Критануть Да И это Ваншот Одной Бабах Красивая Анимация Никогда Этот шарик Не играем Но Анимация Классная О Кусишар Кстати 2.5 Получали Самоурона Видимо Давай Сюда О Неплохо И Шарик На Зеро Тоже Вот Сейчас Если Кританет Будет Сущих Растах Просто Пушка Только Как бы Вот Так Вот Давай 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 Ой Четыре Сотни С перебором Даже Перебор Не нужен Бабах Окей У нас 125 Золота Это Судьба Это Ровно Столько Сколько Нужно Чтобы Улучшить Один Монумяч И Два Релика Купить Я Это Делаю Окей Мы Делаем Один Мечный Монумяч Один К тысяче Шанс На то Что Он Нас Спасет Но Я В Него Верю Делаем Один Монумяч 21 43 Бах Ровно Ровно 100 Золота На Магазин Новый Релик Спинсепшн Как оно Что такое Спинсепшн Инсепшн Это Фильм С Леонардо Ди Каприо Который По-русски Начало Называется Спинфэкшн Будет Увеличиваться Вместо Уменьшения Чего Спинфекция Яд Увеличиваться Не уменьшается Каждый ход Вот Это Им Бища Прикинь Яд Который Увеличивается Блин А у нас Есть Шарики На Яд Черт Тяжелое Зелье Криты Обновляют Стол Блин Это Тоже Хорошо Бомберек В начале Боя На столе Появляется В два Раза Больше Бомб И Это Хорошо Мусор Для Колоды Ты Думаешь У нас Все Шарики На Яд Теперь Как бы Посчитать Сколько У нас Шариков На Яд В процентах Ну Вот Они Это Десять Это Двадцать Ну Что-то Это Вот Вроде Все Перчатка Нужна Но Есть Еще Кинжал Есть Еще Кинжал То Есть У нас Будет Тридцать В Тысячи Три Процента Шанс Яда Ну Да Но Если Мы Найдем Перчатку На Яд Фух Если мы найдем перчанку на яд А, или бомбы, или яд с бомб Да Точно, еще можно яд с бомбочек найти Но обновление скритов так сильно Давай, давай, ребят Идем ва-банк, рискуем Берем это зелье По обновлению стола скритов Понятное дело, что правильный выбор Понятный ежу Но мы рискуем Мы идем ва-банк Я очень надеюсь, что здесь яд какой-нибудь появится Но нет Короткий фитиль зато Смотри, зато бомбочки собрали Короткий фитиль И плюс 10 урона на бомбах О, отлично У нас порох, плюс короткий фитиль Плюс катализатор Будет хорош комбо на бомбы Меч тоже неплох Но, наверное, нам не нужен Не, меч тоже неплохой Не, я думаю, бомбочки надо улучшать Бомбочки будут тащить нам второй этаж Ну, ёшкин шар У нас такие 10 штук есть Ну, шляпа На яд Да я вижу ядовитые шарики Просто Чё, блин? Так Ну вот бы еще бомбулет Да, ну Ладно, давай бомбочки закачивать Да, я закачиваю бомбочки Ну, на них собрался хорош комплект реликов Ну, посмотрим Сможем ли мы пробить Вот этого товарища Надо было полечиться Блин, а чё я не полечился? А, ну потому что я улучшил шарик Вместо этого Да, точно Точно Так, ядовитый шарик нужен Хоть один Ни одного нет Двойная шарапира Когда достается Наносит урон Равный задетым штырям Когда достается Обновляет доску Давай-ка её достанем заранее Пока тут штырей таких нет У неё большой урон В первый ход Это идеальный ход Чтобы вытащить шарапиру А будет ли забег На все релики со старту И колоды Из 5 лошариков И 5 лошариков Побольше без возможности Покупать шары Ну или что-то Около такого Здесь мы крит Критуй, критуй давай Слушай, если она кританёт Так вон же крит Лови его Ну Еее Тысяча урона У нас есть пробивание Бабах Охо-хо-хо Ууу Вот это да Вот это жесть Вот это она дала Тысяча урона Слушайте, чат Я снимаю перед вами Свою шляпу Вы были абсолютно верны Потому что Вы были абсолютно правы Молоток сейчас вот Прям нанёс Тысячу урона Считай Потому что да О, и теперь кинуть череп Да, по Вот сюда Да, и череп По убранным штырям О, череп Всё равно трэш Даже на таком поле Но, блин, это было классно Кстати, шаробомба Шаробомба Чё думаешь? Думаю, что стол пустой для неё Ой, фу Ну это было реально круто Я аж это Я аж почувствовал силу Донат пропустил, видимо Ненастоящий чемпион Спасибо большое За донат Спасибо большое Будет ли забег на все релики Со старту Колода из пяти лошариков Пяти лошариков Побольше Без возможности покупать Шары Или что-то около такого О, отличная идея для челленджа Записал Сюда вот Хорошая идея для челленджа Прям классная Так Шария Нужна ли нам Шария здесь? Наверное Давай Сейчас она может сама ещё кританёт Молодец, Шария Красавица Михаил Здравствуйте Михаил Майкл Майкл Пришёл Вот он Михаил Фух Так Надо чуть-чуть это Сосредоточиться А то я так увлёкся А тут на самом деле Бой-то ещё не закончен Так что Давай как-то Поосторожней Немножко играть А то Как бы руина не случилась В последний момент Ну и эрки спрятались Несмотря на то, что у нас их две Да Два раза Влияние кругловкости Ого Хорошо Ну маленький Соточка Не, ну мы должны Тут выигрывать Должны Зарожар Зарожар Надо это Надо доску обновлять Не знаю Ай Нитроглисферин Ну я думаю Нам не нужен Хотя, может и нужен Проще взорвать одну бомбочку И закончить бой здесь и сейчас, да Чем заморачиваться Ну да, бомбочка 150 ударит Нормально Все, победа О, вампирик Красная команда Держи, держи ваши награды У нас почти полная жизни И Да Прикольно Куда пропал валун, давно не видел У нас сейчас в колоде 10 валунов И они все равно не попадаются Так, все, 75 золота А лечилку Кстати, может быть стоит подрубить Может быть и стоит Вдруг зеркала Да Улучшать Улучшаем тот монумяч Тот самый Единственный Один из тысячи Сейчас найдем его Подожди, вот он А нет, не он Подожди А где он? Он что, в самом низу Теперь будет эй а как я до него долистаю он типа 2 уровня или он будет в самом верху куда листать тебя увеличивай шансы найти второй левел нет я хочу один шар который будет всеми править улучшенный уходит в конец сумки ну а вот точно спасибо 31 63 но кстати усиление не такое уж большое на самом деле ну кстати чат дело говорит он усиливается не в два раза если с первого на второй уровень усиления в два раза то здесь усиление на пятьдесят процентов даже меньше чуть да потому что он плюс один плюс два за каждым он мяч по на мяч и тоже 10 так что усиление не такое большое но я думаю надо сделать все равно это лучше другие улучшать все таки действует по логике я имею ввиду стоит ли вообще их улучшать мы делаем гига шар все это наш будет это будет вот наш лайки шар и давайте это хорошее возьмем батина настойка йоу у нас дверки ребят у нас дверки все шары становятся болезненными но на досках появляется на одной рку меньше и у нас есть арка шарики всякие шарики на обновление по моему настойка у нас будет играть палочка нет белка белка хорошая но она кончится да я думаю берем настойку это она белка без минусов но она кончится она не доживет до третьего этажа босс тина полин там бы намного лучше баллисту ну ладно да не набор сапера я боюсь пошли на второй этаж и у нас теперь батина настойка дает большой буст по урону прям вот вначале нам шли пошел при использовании получает плюс один плюс два за каждое 28 золото здесь 5 урона без крита но этого мы не критонем здесь крит спрятавшийся но батина настойка на самом деле очень хороший урон добавляет поначалу прям вообще классный так ты бесполезно ты бесполезно ты тоже довольно бесполезно да ну хотя бы хотя бы не очень о шаромысла шаромысла здесь будет бить по троим правда урон 25 она первого уровня я так все время мне кажется шаромысла такое уж сильная она не такой уж сильная потому что первый уровень ну до бомбочек не могу добраться хоть блин убей меня а подшутил не убивай меня беглин ты это ты не слушай такого меня глупого не надо как мне бомбочки туда открыть может вот так вот как-то тут одну бомбочку взорвать и сразу будет цепная реакция баба ты дыщ хорош 68 золото и смотрим смотрим сюда магазин обязательно наше самое большое усиление будет в магазине то есть вот этот или вот этот элитки на втором этаже очень страшные ну в частности рыцарь зеркалом типа если не повезет мы просто не сможем его пройти математически так что наверное нельзя рисковать пойдем сюда и пойдем сюда да и здесь есть шанс магазин пропустить при неудачном броске при переходе а здесь точно попадем в магазин видимо туда я возьму лечилку чет я боюсь чет мне страшно и не буду здесь рисковать хотя бы можно было много золота насобирать элитки в вопросиках тоже могут быть но с этим ничего не сделаешь против этого ты мы бессильны как как нам как нам контрители так в вопросиках не ходить вопросики но в них нельзя не ходить они все равно будут не обойти шарик о двух концах о там вот два крита давай лети шарик о двух концах ух хорошо полетел красиво пчели нитроглисферин на этих ребят бросать да не особо честно говоря мне кажется мы сейчас этот раскидаем тут все будет нормально бомбочки у нас усиленные бабах ну вот пожалуйста хорошо кстати вот прибежищар неплохо должен бить да потому что дополнительный урон за 50 какой фигня этот ваш прибежища фигнища полная так вот молния молния молодец красавица она всем нравится злопамечный плюс 19 давай уж ты урон за монетки наносишь да проще всего бомбу взорвать если получится вроде получается вот так рикошетом в бомбочке да и хорошо 76 тут какой-то бедный бой да все ли не лечимся ничего здесь можно еще пару монеток подсобирать есть ощущение что на сне по стене будут поминки пеглина не знаю мне кажется мы сильные колокольчик стейк каждая перезарядка дает два круг лицепсов лечит 6 здоровья переперезарядки идеальные релики супер что же выбрать давай стейк будем лечиться но знаешь что у нас гарантированный здесь дополнительный релик так что бабах о чудовая метла атаки накладывают два прозрачности на врагов вот пробивание прозрачность переносит часть урона на следующего врага ну типа пробивание неплохо ну марионетка мы не против брать баллисты поэтому берем берем метлу до метла хорошо будет ли это с молотком работать я не знаю видимо узнаем я у золотой слизень окей надо нитроглисферин сейчас вытащить шарматизатор парни шашки надо снести слизня он денег много дает а почему в него бросить можем тут кинжары в спину всякие они не сработают на него на шашки ток бросить если в крит надо ока ока она нас убьет блин и кританули и давай бомбочки я 300 урона хорош бабах плюс у него прозрачность вот это удар ты видел походу из-за прозрачности щиты пробиваются да вполне неплохо мне понравилось монет заработали как раз перед магазином то что нужно баба ну-ка посмотрим как тут хорошо о тебя как раз можно в спину кинжаром оком можно я ок не буду кидать что-то самоурон не хочется ловить да вот давай уход шар бросить давай пегли на коммуниста который не может покупать в магазине только события с сундуки элитки а то нечестно капиталист а коммуниста не было она не спасибо большое я думал над этим но я не знаю как это сделать типа нельзя тратить золото но как тогда вообще усиляться коммунист был пеглин коммунист был раньше пока старый билд пеглина у разработчиков попросить когда все было бесплатно когда все было когда у всех были деньги все было бесплатное но ничего не было у всех все было но и у кого ничего не было как настоящем коммунизме так ну все 100 золота у нас есть кайф поэтому я еще не придумал как это в пеглине сделать ай огонь билд на платную медицину ну да а раньше медицина была бесплатная до в пеглине тоже шарики ухты на самом деле нет смысла не добавлять хороший шарик до типа у нас 1000 шаров но если бесплатно его дают хотя нет мы уменьшаем шансы вытащить наш супер шар улучшенный немножко 0.1 процент но уменьшаем но он намного лучше чем большинство а нет знаешь что нам нужно шарики на яд нет 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 нам нужно яду вытаскивать что у нас яд дымбовый пропускаем надо яд я забыл о у нас яйца же есть наконец-то да держи яйцо на 4 ли яйцо себе изи 50 максимального хп о пеглин покушал суши ну сказать что везет да на скелет точно я считаю окей у нас есть на 2 релика там все будет бесплатно там все будет в кайф там наверное вообще не надо будет умирать я проснулся среди ночи и понял все идет по плану спасибо нас не настоящий рокер за донат спасибо большое спасибо нам да кстати 10 тортиков не дали только один да и все идет по плану пеглин идет по плану окей давай смотреть новый релик отвлекатель дебафов получи 1 уклонение за каждый стак негативного статус эффекта который ты накладываешь на врага фигня какая-то да со шваброй норм а точно швабра швабра накладывает 2 неплохо так ладно счеты каждый враг начинает с тремя уязвимости критам то есть все враги мы получают 30 процентов урона дополнительного открытого уже но эти два стакаются релика правда один уклонение за единичку так получи один уклонение за каждое собранное золото ну кстати тоже неплохо уклонение у нас не получится потому что у нас ну где нам его брать не получится его прямо на стакать миллион ну а вот уязвимость критам это урон нам урона больше негде взять так что берем насчет вот леденца я тоже думаю что нам блин нужно ну реалистично что сколько эта штука нам даст уклонение 20 за бой долить камень куда много ты думаешь много вот леденец защитит нас от руины эрок леденец так хорош уклонение хоть какая-то защита да мне кажется что фиговая защита у нас настойка мы можем без эрок дэмэдж наносить ну не так уж много чат знаете что знаете что чат на боссе нам не уклонение никак не поможет да надо сейчас думать чтобы пройти этого босса и уклонение нам бесполезно будет так что а вот это может спасти все так ну новый релик хотелось не хочу я думать на будущее прошу если думать о будущем можно слиться на зеркалах или на вот этих ребят если дадут ивент удалить половину шаров удалишь подумаем пока не буду ничего загадывать посмотрим о призрак как старые добрые времена лети призрак вперед и вверх но не добил хотя сейчас будут много уклона было да так вот по толпе когда бьешь может я и неправильно сделала так бомбочек больше нет бомбочки нет а ну мы же пробиваем стой да камень в крит плохо пробила тут волшебник у излучар слушай а ты не будешь ли в бой и кстати на в первый раз сыграла сука рюкзак героя ура о летит 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 надо критовать давай 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 ой хэдшот бабах классный классный так так а ну это я чё-то неправильно сделал да надо стол обновить вот что надо да сумка героя затащила а после магазина можно было бомбочки взорвать я забыл кстати да я забыл что там такое есть окей 50 золота ну плечил к нам по идее не нужно только если мы не собираемся на элитку идти хммм а не собираемся ли мы на элитку идти что думаете чат наверное слишком рискованно да мы сильные но чертов рыцарь с отражением вот они добавили этого тупого рыцаря и теперь на него теперь страшно просто ходить типа какой бы у тебя билд не был ты можешь слиться просто вот ну потому что математически не не проходится на стене не нужно да ну прикол в том что если ты на зеркальном рыцаре не вытаскиваешь вытаскиваешь не те шары он не проходится типа просто вообще никак так это бета ну да не 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 нельзя на элитку дуб блин мы так старались и все слить на математически непроходимой фигне слева 4 релика я думаю надо идти на сундук на я думаю надо идти на сундук ребят да идем на сундук нет элитка слишком плохо нет элитка плохо пошли налево атаки накладывают на врагов 4 слепоты надо было брать кольцо а жаба еще есть но надо было брать кольцо точно сейчас бы билд на уклонение собрался бы кукуруза лечит один здоровье за каждые 12 и 4 во время боя или горчичная брокколи каждый третий раз когда доска обновляется дает один круглица это кукурузу берем хорошо что мы сюда пошли кукуруза это самое лучшее что могло быть кукуруза и баб она так хороша неизвестный путь нас может телепортировать да на элитку может с кукурузой пошли ок это волшебник ок наверное волшебником мы проходим должны по идее шарик за роликом Мячиканная монета Соплати Мячиканной монетой Так, что она делает? Создает Золото, не может активировать золото Окей, она не додамажит, давай на нее забьем Да, наверное, этого чувака мы Должны затащить Мы его сейчас заслепим И он будет промахиваться И все будет хорошо Усугубляющий усиливает дебафы врага на 1 Кстати, а не бросит ли нам усугубляющий? Что думаешь? У него и урон неплохой И сейчас настакаем еще больше слепоты Уязвимости к критам И анимация красивая О, кинжар пошел Хорошо Кинжар по классике Как в нормальном пегляде Нормально Вот и промахи пошли Да, честно говоря, можно и шаробомбу У нас бомбочки мощные Хорошие Просто бомбочками накидать Повезло Повезло, что элитка попалась Это самое легкое для нас, наверное Ну и шароборос такой Я! Пусти меня! Сейчас я ему покажу Я же великий шароборос Пожиратель миров И вестник Рагнарёка Убийца Короля богов Одина Шароборос, ты что-то перепутал Одина Фенрир съел Спойлер Ну, шароборос старается Ну, молодец Ну, старается Ну, что ему Ну, руина, но старается Так, все Освободите место, пожалуйста Нормальным шариком Окей, давай его просто добьем вот этим Давай вот этим его добьем Одиннадцать Кусишар Фас Впервые в истории играем в кусишар Если десять шароборосов подряд Тогда они будут офигенные Потому что у нас в сумках героев Там будет куча урона Ух, яд Ну, бессмысленно Ну, хочется взять яд Потому что Потому что зелье вот это вот Хоть раз его активировать Ай, но Смысла нет, да? Это один шарик на тысячу Ну, он ничего не дает Все О! Счастливая монетка На столе появляется два дополнительных крита Или слизистая мазь Пачкает каждый 35-й задетый 4 лечебной слизью Она становится прочнее И ты восстанавливаешь один здоровье На самом деле монета Монета Во! У нас крит урон есть В принципе, на большинстве шариков Криты тащат Ам... У нас... Лечебная слизь хуже кукурузы Намного Потому что здесь Двенадцатый штык Здесь Ну, просто цифры Цифры лучше Хотя слизист лечит хорошо Но два крита Это... Это прям вообще... Ну... Да, к тому же На босса здесь и сейчас Нам важнее урон Плечилки на стене Никак нас не спасут Так что Сейчас фокусируемся На том, чтобы наносить урон Еще бой Ну... Наверное, хорошо Да? Больше боев Больше денег О! Порощенок Наносит урон Равный золоту Ааа... Так это... Не умереть бы на зеркалах Прогоди Нет... Ты... Плохой Красичар Подожди Нет... Да, поросенок Нам в ответ Кудаст урона много Вот это надо Жертва Пришарения Так, давай Рассичар Короче И он Я надеюсь Кританет Там вот справа Критов много Хотя бы Один, наверное Подберет И если 500 Мы в безопасности Хорош Рассичар Красавчик О! Ты чо Было? А! Она дала Ответку От перебора Да, промахнулась 4% Ух Окей Нас бы не убило Но... О-хо-хо Ну так вот, на грани, да? Я аж неправильно шарик кинул С перепугу Блин Кстати, уклона было бы сейчас Дофига Может быть я был неправ, что я уклонение не взял Что я взял вместо уклонения? Я взял перемещение и арки Это всегда хорошо Это всегда полезно Главное испытание стена Да, но нам нужно будет везение на стене Я думаю Если хорошие шарики вытащим Будет классно Все, летилка нам не надо Нам больше ничего не надо Нам нужна немножко удачи Чуть-чуть Так бы рапиру кинуть точно так же, как на лешем Нам нужен очень сильный первый бросок Желательно с нацеливающимся шариком на стену Потому что первый бросок Соберет бомбочки и наберет много урона И это, блин, шария Шария разгон нам дает Но она не надамажит И урон пойдет в этих мелких Можно кругвалду бросить вместо этого Вот, плотный бы Плотный был бы очень хорош Но до него далеко Ну а что делать? Кругвалда лучше, думаешь? Не знаю Плотный можно кинуть вторым А вторым уже все Тут сейчас все бомбочки соберутся Шария будет на весь бой Ну да Проблема в том, что первый бросок Собирает все бомбочки Плотного сделать прыгучим Ну это знаешь, как надо делать? Надо аккуратненько как-то попробовать бросить Первый шарик вот сюда И чтобы он не собрал все Давай попробуем Мне нравится идея Я попробую это сделать Давай аккуратненько Вниз уходи Так, получилось По идее у нас сейчас будет прыгучий плотный шар Который мы можем ударить по стене Ну Пробуем Давай Он сейчас в пропасть прыгает Ну он кританул Лети, лети вверх Вверх, 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 вверх Да слушай, ну Блин, он Вот нашел Единственное место, куда не надо было лететь Ну, в принципе Неплохо Возмещарий, кстати, 6-13 В принципе, неплохо Но могло быть лучше Ну да, намного Вон возмещарий набило Полторы тысячи Две тысячи Просто из куста Намного больше Намного больше, чем наша комбо Бабах Так, ну половину жизни снесли Шар-головорец, наверное, не нужен О, ты уязвимость к критам А, ты первого уровня Тебе нужно два крита, чтобы один уязвимость наложить Знаешь что, тусуйся-ка отсюда Давай лучше мы хороший шарик запустим Какой-нибудь С уроном побольше Угу Да чё пила? Пила накладывает уязвимость Только если ты Два Шарика Шарик О, матрёшка Матрёшка наша Если ты два крита попал На первом уровне За один бросок Такая матрёшка без критов тоже не тащит Ядовитые шарики будут сегодня, нет? Ядовитых Шариков не видно Как-то не завезли Да, криты Четыре броска подряд не собирали Теперь у нас есть свинья 200 урона свинья нанесёт Не, ну 200 Это уже не те цифры, которые нам нужны Давай лучше РК-шарик РК-шарик Надёжно, стабильно Мне кажется, мы её пробиваем, ребят Мне кажется, что пробиваем сосулька Вот Тоже пришла Давай её вниз вот сюда Там бомбочка крит подрубает И всё будет хорошо Или нет Или мы доджим все бомбочки Вот так вот как-то обходим Тоже нормально, да? Так Ты Следующий шарик Становится очень прыгучим Ну, хорошо Давай тебе дадим ещё один шапс И мы попробуем сделать Очень прыгучее что? Вот этот Очень прыгучий Ну, прыгай! Ну, и куда ты попрыгал? Наши шарики отказываются вот это в центре собирать Просто вот Забастовка Хоть свинью, блин, бери, запускай Нет, не надо нам свинья Нам нужно шаромысло Хотя бы крит Оооо! Хоть кто-то здесь что-то делает Молодец, шаромысло Молодец! Бабах! Отлично И... Ну, ёшкин шар! Конечно Под конец запустить Куда ж без ёшкиного шара? Я, кстати, так подумал Я его запустил, а нам ещё 800 урона надо Мы не умрём тут? О, шарапира пришла Так, шарапира, слушай Ты это, спаси меня от позорища Потому что если я сейчас солью Из-за своего ёшкиного шара Меня чат Поймает и прибьёт Ок, всё хорошо Кстати, ёшкин руинит настойку Его лучше вообще не использовать В нашем билде теперь Но господа Дамы Это победа, это второй босс Забит С билдом на тысячу шаров Круто, да? Окей Удивление легко прошли Слушай, ну мы тут Собрали билд Ох Ух Ах Какие релики Какие релики Блин, сколько Соблазнений Вообще жесть Просто капец Чё-то я в шоке, что это работает Получается брать дофига шаров в сумку И не апгрейдить это рабочая тактика Не знаю Окей Чат, чё берём Смотри Кольцо Двойной урон Но каждый штырь Ухудшается на минус 4 Это кольцо Нам выигрывало Несколько забегов Но по-моему Это плохая идея Потому что у нас Настойка И мы сделаем Штыри На минус 50 За один бросок Мы, мне кажется, умрём Очень быстро Жезл Теоретически кукуруза побеждает Жезл Может, это и страдания? Может, пореговор? Плюс 2, плюс 2 Но мы теряем спрос Блин, сбросы для нас критичны Хоть как-то контролировать колоду У меня ощущение, что страдания очень медленные будут И у нас Хотя у нас слизь Немножко есть Жезл? Вы за жезл, да? Три самоурона Кстати, жезл будет куси шары раскачивать Которых у нас тоже есть Хм Лихо пешки много, да? Жезл сила? Может быть Кукуруза не перекрывает жезл Ну, почти, да? Частично Она лечит 2 за 24 Он наносит 3 за 25 Ну, в итоге он наносит 1 за 25 Примерно Но мы теряем лечение кукурузы У нас ещё лечебная слизь И большой хил после боя торта Да Ну, мы будем в 2 раза больше урона наносить Святые страдания Сделать все шары бесполезными Но плюс 4 улучшения на всех А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а У нас, блин, будет пол-колоды 0-0 шаров Чат Это очень плохо 500 бесполезных шаров в колоде Слушай, наверное, либо жезл, либо приговор Готовы ли мы пожертвовать одним сбросом ради плюс 2, плюс 2? Мне кажется, нет Мне кажется, лучше взять жезл Берем жезл И погнали Сброс нам очень нужен Дракон, мы против дракона Окей У нас 200 золота, много денег И сейчас сразу на зеркале ваншотимся Да, у нас много денег Надо зарядиться в магазинах хорошими реликами Перчатку найти О, совмещар Да Лети, птичка, совмещары, конечно, очень сильные Совмещары-то хороши Огромный урон наносят Вот Видишь, максимально, чтобы ответку нам дать Молодец, совмещар Браво 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 Идеально Ты был избранником Предрекали, что ты уничтожишь ситков А не примкнешь к ним Ну, что я могу сказать Вам, может, это не нравится Но Идеальность выглядит вот так Набил вот просто столько, сколько нужно было Ого, какой у нас сложный путь Ну, я лечусь, я не рискую С жезлом надо хп-шку держать побольше Так Вопрос Магазин Релик Релик-магазин Вот релики и магазины конфликтуют И проблема в том, что магазинов потом уже не будет Все Можно элитка-магазин Или лучше два магазина даже Возможно, правильный выбор Это два магазина на самом деле Потому что теоретически Это Много реликов И Нет риска Ооо, эти душные черти У нас бомбочки есть У нас есть бомбочки Вот еще было бы ДДТ Чтоб яд накидывать на них Вампирик Один в три Слушай, ну вампирик, по идее Нас должен здесь полечить неплохо, да? Особенно если он бомбочку хоть одну бахнет Ну вампирик, как обычно, хорош Так И теперь до бомбочек добираться Как до них добираться? Может, вот так вот как-то? Бабах! Ой, как хорошо бахнуло Ух, как хорошо бахнуло Бабах! Неплохо, неплохо! Торвальд, ты красавчик Контент топ Торвальд, спасибо большое за донат Спасибо огромное за Шестьсот шестьдесят шесть Сердечком Огромное спасибо за поддержку А я-то чё? Это пеглин Я ж вообще ничего не делаю Ха-ха-ха Я что ли шар бросил, чтобы он Выбил зеркалу Ровно столько, сколько нужно Для максимальной отдачи Я вообще так никогда не бросаю Специально Ты специально так захочешь бросить Ты не бросишь Попробуй так бросить шар специально Ты пятьдесят тысяч раз будешь бросать Ни разу не выбьешь Ты будешь три года бросать И ни разу у тебя не получится А тут Пожалуйста, с первой попытки Каждый чёртов раз Как это работает? Окей Давай Да, пошли по магазинам Всё, всё Я думаю, ребят, в чате правы Надо по магазинам идти Нам нужно ещё четыре монеты На То, чтобы у нас было это Двести пятьдесят золота Идеально Погнали И всё Пеглин идёт На За покупками Дублировать шар Ну, конечно Давай дублируем Я Даже Приготовил шарик Сейчас мы пять минут вниз покрутим У нас там есть один Тот самый шар Который нас спасёт В последний момент На драконе Вот Не зря Не зря мы его улучшали Чатрив Судьба Сейчас подожди Сейчас подожди Погоди Погоди О, новая дубинка Шилд башер Шилд башер Разрушитель щитов Щиты можно активировать Ну и Трэш Зачем? Для второго этажа Эксклюзивный релик Для прохождения второго этажа Вообще не понимаю Глупость какая Релик на один этаж Да Что-то мы и ходили Как-то и без него проходили Нормально Ну и глупый релик Так Ну, сыр Да, конечно Я вижу чат Очень смешно Слушай, ну Кристи берём Конечно Это усиление Первого задетого штыря 15 максимальных жизней Нам погода вообще сделает? Нет? Такое ощущение Что не сделает Сделает? А чё оно нам сделает? 15 жизней-то Ну или Смотри План зайти в этот магазин Ещё Правильно? Так То есть Чик-чик-чик Пошли в этот магазин А потом пойдём По вопросам Потому что Там можно найти Хороший ивент Тадающие релики Вот Может быть Надо оставить Чтобы было на 4 релика В следующий магазин С другой стороны Яблоко Это усиление Это максимальная жизни Давай Давай так Релик работает Покупаем Вот Чё-то я это Велосипед изобретаю Релик работает Покупаем Усиливает Покупаем Жизни нам точно Не будут лишними Ни при каких обстоятельствах Так что берём То есть нам не хватит На 4 релика Значит не хватит А вот и вопросик Который мы искали Отлично Крот Привет, крот Как дела? Давно не виделись Крот хороший Крот классный Бедный кротик О нет Кротик вытащил короткую соломинку Прости Прости, кротик Ооо Ха-ха-ха Крот Нет Это оружие Не для тебя Предназначалось Ба-ба Ядерный взрыв Ха-ха Крота превратили Ооо Ха-ха-ха В лепёшку Плоский кротик А я говорил что этот шар на боссе придет в последний момент вот он пришел мы здесь берем перчаточка вот это да плюс один плюс один ну крот слушай отработал плюс один плюс один ко всем шарам или подстраховка пять ударов по штырю ну наверное перчатку плюс один плюс один это это очень хорошо это перчатка нас она мощь так здесь очень важно налево пойти пеглин не надо пеглин не делай этого идти налево пеглин пеглин астана опам начинается пеглин ребят о я чувствую что пеглин начинает это крутится шестерни судьбы начинают вращаться и становиться на свои места все было слишком хорошо нам слишком везло все шло по плану и знаешь как и все меняется судьба перестраивается механизмы начинают вращаться все соединения попадают в позиции и пеглин готовится нанести ответный удар как огромная живая дышащая чувствующая машина что-то я боюсь так яйцо у нас есть да кстати мне яйцо в бомбочку кинуть можем давайте яйца кидать не буду я их на дракона оставлять это будет полная хилка и думаю нормальное использование так и тут тут бомбочками надо так-то выигрывать вообще а призрак у нас есть точно надо было призрака играть что-то я что-то я затупил ну да призрак решает множество проблем обах парные шашки третьего уровня 217 ну идеально а я в путь влево оставил нам нет чертова машина пеглина он слушает так тихо тихо спокойно и просить правильный момент сердечко то ёкнула окей мы в магазине ну вот она оживляющее сердце после боя ты лечишь на один процент больше здоровья за каждый шар в сумке плюс тысяча сорок один процент а хороший релик мы наверное его купим я думаю это это неплохо пойдет нормально печенька тоже лечит здоровье за обновление стола сломенок когда штыри покрываются слизью улучшаются на плюс 5 да ну и наверное глаз черепахи тоже покупаем да и кстати мы увидели сколько у нас шаров колоде 1041 да глаз черепахи давай тоже брать ну и слушай с усиленной лечилкой наверное на элитку идем да никого не боимся идем на элитку вопросе может быть магазин может и не быть у стены и колонны прыгучи либо три бомбы на столе ну слушай на драконе наверное прыгучие стены и колонии крит руну активация нескольких критов увеличивает урон за штырь на критический урон минус обычный урон или кубик для полного рандома соб уже пан или пропал руно для победы кубик кубик для руины при перемешивании колоды урон и крит каждого шара получает случайный бонус от минус 3 до плюс 3 оно считается и когда в первый раз берешь мы должны взять кубик потому что идем на дракона да и это самый кубик на удачу окей отговорит кубик мы берем руно я хочу заметить руно абсолютно правильный выбор с тремя критами кучей крит урона руно правильный выбор мы берем кубик рука хорошо вы что хотите жить вечно на самом деле кубик не так плохо у нас о нет но нет мои шарики будет 1040 шаров на самом деле неплохо у нас два сброса можем быть будем кидать хорошие окей шарик за роликом абсолютно бесполезен это который бьет от броней удар корпусом перемешар норм клон стал слабее оленья а я моления вот она так ну смотрим все тут у нас по цифрам у снайперка 710 суши сразу в нее снайперку пульнуть да да давай критануть надо или не надо или просто бомбочки выбивать ухт снайперка на тысячу бабах хо-хо класс так оборона нам не нужна до монетки нам тоже в принципе без разницы ну или пособирать монетки давай пособираем 14 так он нам есть чё по улучшать так-то в колоде так доктора на будущее и 24 доктор 02 010 но я не вижу что мы здесь гарантируем там крит ладно добили и все победа вылечить 1055 процентов 27 здоровья окей это полетиться можно после следующего боя да оп оп чё кого слава а чатиксу привет насти кусь варлычку решетка антируина слава привет происходить а ну смотри слава спасибо за донат у нас 1000 шаров мы делаем челлендж на 1000 шаров мы добавили пеглину в сумку тысячу шаров и уже дошли до третьего этажа ты пришел на самое интересное окей давай улучшим еще один монумяч да да код крит тоскин каждый одиннадцатая собранная золото задействует крит 7 процентов шанс обновиться до бомбы кстати тоже неплохо когда уничтожаете щиты дает 4 брони бублика легкое зелье эрки задействует крит малин здесь все прикольно фон бомбочки для нас хорошо по понятным причинам да нужны бомба у нас имба да у нас порах плюс этот я думаю код крит тоскин нам не нужен особенно нам на драконе мы не взяли крит руно криты не стакаются возможно без шуток книга алхимика будет очень сильная это даст нам бомбочки а бомбочки дают нам большой разгон потому что порах зелье технически дает нам еще одну один крит на стол мне кажется бомба я думаю очень это тот редкий случай когда бомбочки тащат причем у нас ну просто повезло шикарные шикарная комбо на бомба прям суперская все что нужно что я делаю я пытаюсь монетки собирать всем не монетки куда я их собираюсь пошли дальше не знаю все бомба руина мне кажется бомбы тащат ой сейчас будет большой бабах ох сейчас будет бабах ну было приятно с вами служить господа сейчас бахнем здесь все знаешь я ожидал большего бабаха честно говоря ну ладно жаловаться не буду мы потеряем много жизни но я веду наверное лечилка на тысячу процентов хватит шарапира вторая руина это не то шарапира которая то там другая шарапира есть там есть одна шарапира которая силу врагам дает а вторая шарапира которая наносит урон за убранные штыри так что здесь все нормально о вампирик вперед вампирик лети а вампирик так хорош 47 вампирик даже не придется этот даже не мне придется лечиться после боя 62 золота ну теоретически это последнее золото которое мы можем потратить давай улучшим еще один этот ноль шаров на яд выпало да а еще один монумяч и еще один монумяч летим 2 хп нет давай вот два монумяча я в них верю там магазин не трать магазины нам даже реже чем элитки вопросика попадаются демон мяч и не в ту сторону ли листают пеклин сейчас взорвется а кто а я монумяч все пошли дальше пошли отсюда нет в огонь блин так давай отличивайся от слизями о другое дело ну и вопросики а велиск ну давай давай еще один сейчас бы тот ивент а но если все камни на поменять то не получится ок берем еще один этот монумяч почему бы и нет камень удалить ослабятся все остальные рельсы рельсы знаешь что а давай мне три камня если меня перекинет на ту сторону мы еще с элиткой подеремся давай три камня я даже не читал никогда вот это ты прыгаешь так высоко как только можешь и умудряешься приземлиться в вагонетке несколько камней попало к тебе в сумку а еще ты без понятия куда едешь ну и чего оно даже не телепортировать на другую линию какой бесполезный ивент абсолютно просто вот трешаковый ивент без комментариев он даже не телепортирует на линию как другой ивент со случайным путем окей дракон здравствуйте а где мой супер мега монумяч нету так плотно у нас 4 1 ээээ у плотного нет крит урона слушая ну его наверное бросать бесполезно да ведьма да криты слишком большой шанс выбить шароборос 3 4 Все равно маловато Жертва приширения 8-12 Вот это хорошо Это урон Лазерка 2-1 Лазерка плохая Там будет шароборос 0-2 Впереди А вон и двойная шарапира на самоубийство После нее сразу доктор Чтобы полечиться Давай жертва приширения Самая большая база урона Не будем изобретать велосипеды 18 тысяч жизней у дракона Ну, мы сейчас к тебе божественным гневом Прямо вот туда А я вопрос, играем шароборос или нет У него плюс 900 урон сейчас Слушай, плюс 900 Это как бы плюс 900 Я думаю, да Я думаю, что плюс 900 Это хорошо Вот плюс 490 Уже не знаю Это уже не так на самом деле круто Но тоже, наверное, не стоит выкидывать 500 уронов в молоко, да Это бесполезно Шарезинка Ничего не напрыгает Ее, наверное, засосет И все, да Видишь, тут очень сильно сосет дракон Поэтому Вот Теперь можно, я думаю, бросить шарезинку И может она там что-нибудь набьет Вот теперь давай крутить До шарезинки Ну, наверное, она тут напрыгает Может вот так вот как-то О, о, скачет Ты ж моя хорошая, смотри Красавица Красавица 2000 Почти три Шарезинка всем показала Огненный шарик 2, 6 Где наша эрка? Ну, как обычно Не найти ее Еще один шароборос А, слушай, подожди На этом шароборосе будет плюс 1100 Так, давай Да Вперед Он У него урона нет У самого Но у него есть тысяча в запасике Нормально 500 500 То ж пойдет, да? А и там впереди двойная шарапира Сидит такая и Привет Хочешь ваншот словить? Я знаю Хочешь Хочешь, но молчишь Мы, блин, убьемся Нам срочно нужно обновить стол Окей, нам надо бросать шароборос Пока мы Не обновим стол Потом обновить стол И О! Во-во-во-во Так, теперь мы обновляем стол После обновления стола Вытягиваем эту шарапиру Мы опять весь стол зачастили Так Ну тут Ты понимаешь, что Ее не избежать Понимаешь? Сколько штырей сейчас не хватает? Раз, два, три, четыре, пять Ну, короче Штук тридцать, наверное Я думаю, мы можем сейчас съесть Тридцать урона Скинуть ее И бросить доктора Вот Ох, это было больше, чем тридцать Но мы живы Двадцать восемь жизней осталось Теперь бросаем доктора И доктор должен фулл хилку дать Ну вот вы говорите Дракон сосет в эрку А посмотри на что Что делает шарик Вообще даже к эрке примерно не подошел Доктор в последний момент О, мячный покой Семь пятнадцать Ну, давай попробуем Может что-то набьет Тут Три тысячи Бабах Четыре тысячи Господа, так это победа Мячный покой Крит подрубил бомбочкой Это победа Все Хо-хо-хо Вот это да Дамы и господа Я Вас Всех И нас И вас И кошка Тоже пришла Поздравляем с победой Я был здесь Челлендж на Тысячу шаров Пеглине Провиден С первой попытки Эни процент Варлок Ворлд рекорд Спидран Пеглин Тысяча шаров И победа Хо-хо-хо Слушай, а это было круто Это было круто Это было как Да Как американские горки Вверх-вниз Вверх-вниз Но у нас получилось Мы это сделали Ютуб Ставим лайки Ставим лайки Подписываемся на канал Оставляем внизу комментарии С предложениями челленджа Пишите ваши челленджи Внизу в комментариях Мы будем их делать Будем делать все челленджи Да, Цирилла? Да Да Кошка Цирилла пришла Это было очень круто Это был Это был офигенный забег Чет Ух Посмотри на этот Экран Мы доказали Что улучшать шары Для победы не нужно Кстати, да И у меня теперь Возникли сомнения Насчет нашей Общей тактики Пеглина Типа шутки Шутками Но Мы действительно Не улучшали шарики Ну нам Окей Мы улучшали Для мема Улучшали один шарик Но он пришел Только один раз За всю игру Релики решают И мы доказали Что колод Короткая колода Не нужна Да Да Доказали Что типа Маленькая колода Не нужна Собирай Я не знаю Мы выиграли На шариках Первого уровня И реликах И все Ну круто И кстати Есть о чем Задуматься Есть о чем Задуматься А пиро Трижды спасла Да Почти убила В конце Трижды спасла Трижды спасла Трижды спасла